Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден 10 октября 21 сентября возвратился из своей поездки в Порт-Артур продолжавшийся два месяца офицер 8-го сибирского казачьего полка Александр Петрович Костливцев Может быть, читатель помнит в том поезде, с которым я сюда приехал двух молодых кавалеристов те, которые говорили, что один русский легко справится с десятью японцами и весело пили свои тосты И тогда один среди нас провозгласил тост за веру, за молодость Какой-то сказкой казалась им жизнь И от них зависело только от них взять ту или другую долю Александр Петрович один из этих двух офицеров Он сидит в настоящее мгновение передо мной На его груди новенький Владимир с мечами и бантом Красивое молодое лицо Красивые глаза освещены легкой мыслью Мысль доминирует теперь чего там, в поезде, не было Да, да, мне хотелось сказок Я давно добивался, чтобы меня послали в порт Артур Как добивался ехать на эту войну Потеряв надежду, я начал было формировать отряд добровольцев Но в это время пришло мое назначение Я жалею, что не сформировал отряд Роль младшего офицера слишком маленькая роль И главное, никаких таких особых приключений здесь быть не может А в голове только эти приключения и сидели Поэтому я так и рвался в порт Артур Меня записали в штаб, но все, очередь не доходила до меня Наконец приезжаю я в штаб, мне говорят Надобность есть теперь переслать кое-что в порт Артур Но блокада его стала так действительной, что очень мало шансов попасть туда Чем меньше шансов, тем казалось мне интереснее Я настоял, и меня отправили Я выехал 25 июля из Айсадзяня в Мухден А оттуда на Синминтин Откуда идет железная дорога на Тиэнзин В Синминтине я сел в поезд и доехал до станции Кабанцы Две станции южнее Синминтина Здесь надо было пересаживаться в другой поезд Который уходил только утром А мы приехали вечером Ночевать я отправился со своим переводчиком в китайский постоялый двор Переводчик разнюхал, что за нами следят Три японцы и несколько хунхузов, которым поручено было убить меня Эти хунхузы расположились около моего чемодана И один из них даже сел на него «Единственное наше спасение — бежать», — сказал переводчик Выйдя под каким-то предлогом на улицу Мы так и сделали, оставив вещи хунхузом Ночь была темная, и мы незаметно добрались до станции Сели в какой-то случайный поезд и благополучно добрались до Тиэнцзына Там я явился к нашему военному консулу, который сказал мне «В последние дни все отправленные джонки погибли, и пока новых охотников нет Подождите несколько дней» Я подождал, обзавелся за это время новым багажом Через несколько дней консул говорит «Есть пароход, он повезет месячный запас в Порт-Артур, конечно, если прорвется через блокаду Прорваться ему еще труднее, чем джонки Хотите, с ним поезжайте, хотите, джонки ждете» Я выбрал пароход как более скорое решение И отправился в Чифу к нашему консулу Тиэдиману На пароходе мы поехали из Чифу на Инкоу И уже скрывшись в море, повернули было на Порт-Артур Но в это время увидели огни японского миноносца Тогда мы повернули назад в Инкоу И только потеряв из виду миноносец, повернули опять в Порт-Артур И опять наткнулись на английского стационера Он погнался было за нами, и мы снова повернули в Инкоу И тогда, скрывшись, опять повернули и пошли уже с потушенными огнями Видели английского стационера, но он нас уже не видел И мы благополучно добрались до Ляо Тишаня Только верст трех не доходя, увидели японский крейсер Но то ли буря, то ли, что мы были уже под прикрытием береговых укреплений Но он нас не тронул С Ляо Тишаня у нас потребовали выкинуть флаг Какой? Русский или французский? В чьих руках Голубиная бухта Выбросили французский И нам дали пропуск в Голубиную бухту Мы влетели сперва в северную ее часть И тогда нас начали осыпать выстрелами с юга, очевидно, наши Мы сообразили, что влетели в японскую часть бухты И круто повернули в южную Тогда нас стали осыпать пулями с севера А русские махали нам флагом Так как мы очень скоро вошли под прикрытие скалы То пули никакого вреда нам не причинили Через полчаса прибыли из Порт-Артура наши миноноски для конвоирования парохода И на одну из них я поехал в Порт-Артур Куда мы и приехали утром 8 августа Прежде всего я отправился с бумагами и депешами на пересвет Так как Витгефт был убит То явился я к князю Ухтомскому Мукден 10 октября Продолжение Почему наш флот возвратился назад? Суда были повреждены Дальнейший бой был немыслим Но ведь мы было прорвались Я не знаю История выяснит В чем тут дело От князя Ухтомского я отправился К командиру Порта Григоровичу Пока я шел Упали около меня 4 снаряда с суши Один в шагах в 10 Меня точно повернуло за плечи и подбросило Сперва я ничего не почувствовал А через несколько дней стали ныть Левая плечо и рука Потом прошло и стала болеть Вот эта половина головы И сейчас болит Невралгия что ли Контузия Какая контузия? Не думаю Обжогов никаких не было Это ничего не значит Вы советовали с докторами? Нет? Непременно посоветуйтесь И так пройдет Ну-с Пришел я к Григоровичу А в это время началась уже настоящая бомбардировка Григорович говорит До вечера я вас задержу Потому что теперь к Стеселю не доберетесь Убьют А вам надо сделать важное сообщение Вечером бомбардировка прекратилась И я отправился к Стеселю Он передал мне бумаги и сказал Передайте, что делаем мы Что возможно Войска в отличном состоянии Мы ждем балтийской эскадры Куропаткина На днях опять явились Японские парламентеры С предложением сдать порт Артур Я ответил, что пока будет еще хоть один снаряд Хоть один солдат Крепости не сдам Генерал бодрый и крепкий человек Очень обласкал меня Чудное впечатление произвел на меня Да и на всех Смирнов Начальник крепости Благодаря ему крепость стала действительно неприступной Я спросил Стеселя Если командующий через два месяца придет Продержимся Через три И три продержимся Но только трудно будет Париж в ночь разгрузился И 9 августа в 9-10 часов вечера На этом же пароходе я выехал обратно Несколько верст нас провожали нашими на носки Затем мы пошли одни И почти сейчас же нас окружили японцы Я успел переодеться и выбросить вещи и бумаги в море Ознакомившись предварительно с их содержанием Когда японцы взошли на наш пароход Капитан откровенно сказал Что возил провизию в Порт-Артур А меня представили как грека Вамбакедиса Торговавшего в Артуре вином и сигарами Паспорт этого вамбакедиса Был у меня в кармане А сам вамбакедис Действительно торговавший вином и сигарами в Артуре За два дня до этого на джунке Проскочил в Чифу Оттуда в Харбин Наш пароход отправили в Тогу К его стоянке у одного из островов Там нам сделали первый допрос Вы кто? Грек? Говорите по-гречески Нет Моя мать француженка Отец умер, когда мне был год И мать со мной уехала из Константинополя в Париж Где я и жил всегда Кроме французского На каком еще языке говорите? По-немецки Еще Больше ни на каком? Это ложь А вы русский офицер? Нет, я грек Не добившись ничего Меня и капитана отправили в крепость Сосебо Там призовой суд конфисковал пароход А капитана и команду отпустили Меня же засадили в крепость И подвергли вторичному допросу Я не ждал его И на допросе со мной случилась прямо ужасная вещь Я забыл свою фамилию Как ваша фамилия? Я в ответ что-то мычу Говорите яснее Я опять мычу Да что у вас хлеб во рту? Тогда я вынимаю из кармана паспорт и говорю Читайте сами И читаю сам Вам Бакедис В крепости продержали меня три недели Содержали прекрасное Исполняли даже прихоти Офицер, приставленный ко мне Кимура Был безукоризненно вежлив и ласков Прислуга так же Помещение идеально чистое Масса солнца, света Большие коридоры и комнаты Белые стены Свобода гулять, выходить Только не в сторону порта Где чинились сюда Но все время со стороны японцев Попытка заставить меня Проговориться по-русски Я прошу что-нибудь почитать Кроме Нивы Русского журнала Ничего нет Но я по-русски не понимаю Картинки посмотрите И мне дают Ниву Я знаю, что в это время За мной наблюдает И поборов адское желание почитать Я небрежно перелистываю И со скучающим видом Возвращаю Ниву назад Тогда мне дали Французских книг Может быть Вы хотите матери письмо написать Нет, благодарю вас покорно Она умрет от ужаса Куда я еще попал Однажды ночью Меня будет И говорят по-русски Вы свободны И можете хоть сейчас уезжать Я спрашиваю по-французски Что они говорят Ничего Ничего Спите Однажды меня призывают И говорят Мы советуем вам признаться Если признаетесь Мы отнесемся к вам Как к военнопленному В противном же случае Поступим по закону Я грек Вы думаете Они исполнили бы Своё обещание? Продолжение Вы думаете Они исполнили бы Своё обещание? Не сомневаюсь Японцы очень в этом отношении Щепетильны и корректны Вообще Это очень симпатичный Ласковый народ Ласки у них Столько же Сколько солнца Я смеюсь и спрашиваю Не макаки? Так когда-то и кто-то В нашем поезде Называл японцев Нет-нет Вполне интеллигентные люди С большой будущностью В каждом Громадная любознательность Мой прислужник Говорю ему Миза По-ихнему вода Он приносит И жестом спрашивает Как по-французски И в следующие разы Уже говорит Лё И десятка два слов Успел выучить Пока я сидел Как же вас Наконец выпустили Я написал письмо Французскому консулу Они его не доставили По назначению Но через несколько дней После того Приходит Химура И говорит По справкам У наших шпионов Оказалось Что вы действительно Вам влакедис Вы свободны Если дадите подписку Что не поедете В Маньчжурию Вы дали? Сейчас же? И в тот же день Меня отправили В Нагасаки Где я прожил Неделю До отхода парохода В Шанхай Теперь вы уже Чувствовали себя Свободно? Ну нет Вероятнее всего Что и там Следили за мной Вообще За все время Настроение было ужасное Иногда от этого Бесконечного Ожидания Напряжения И Неизвестности Охватывало Такое отчаяние Такая тоска Что я хотел Броситься и бежать Будут стрелять Убьют По крайней мере Сразу А так все равно Нервная система Не выдержит И в конце концов Я проговорюсь Теперь Когда я в этом Купе Сижу свободно И говорю с вами Я уже не вспомню Чтобы рассказать Пережитое Но общее впечатление От тогдашнего времени Какой-то И до сих пор Непереваримый ком Что-то темное Которое Никогда не разойдется И ужасное Это Бессознательная память Нервов О пережитом Они болят При воспоминании С вами Любезны Все-таки были Удивительно Исполняли Решительно Все мои просьбы Япония Вам понравилась? Очень В спокойном настроении Эта поездка Доставила бы Громадное удовольствие Как население Относится к русским? Очень хорошо При мне И в Сасибо И в Нагасаках Праздновали взятие Порт-Артура Энтузиазм Большой у них? Нет Какое-то Пренебрежение И к нам И ко всем Европейцам И кажется К англичанам Особенно Я бы сказал Даже Угнетенное Настроение Мы знаем Что вы Русские Можете подавить Нас силой Война Весьма Возможно Будет для нас Безрезультатно Пусть Но мы И вам И всему Свету Докажем Что мы Можем Драться Даже с первоклассной Державой А в боевом Отношении В качественном Стоим Выше Всякой Европейской Державы По-моему Японцы При всей Их культуре Все-таки Еще дети А их Толпа Легкомысленнее Всякой другой Видели Гейш? Видел Конечно Накупил Всяких Японских Безделушек Где же Вы Наконец Вздохнули Легко Вот так война Вдруг На пятый день Прибегает Казак Ваше благородие Японцы Вот они Так и Застучало Все во мне Выскочил Все казаки У забора В саженях В пятистах Японский Разъезд В двенадцать Человек Что делать Вспомнил Я Как это В училище Нас обучали И приказал Седлать Лошадей Собраться При лошадях Пять человек Остались А остальные Цепью У забора Рассыпались Когда подъехали Японцы Сажени на двести Казаки Молят Дозвольте Ваше благородие Выстрелить А сами Как в лихорадке Я тоже Нервничаю Что-то Совершенно Незнакомое Хватило В буквальном Смысле В мирной Обстановке Таракана Никогда Не раздавишь Ползет Ну и пусть Ползет Отодвинешься А тут Какая-то Неумолимая Жажда Убить Расстрелять Ощущение Желания Охоты Умножено На миллионы А выдержали И подпустили Сажени на пятьдесят Но тут Своего ружья У меня не было Чувствую Что моя рука Тянется к ружью Казака Соседа Тут тоже Хочет сам Я силой Вырываю Цель Выстрел Японский Офицер быстро наклоняется Хватается за гриву И валится на землю Стреляют остальные казаки Японцы Один за другим Падают Поворачивают Суетливо Лошадей И успевает Ускакать Только один из них В это время Ваше благородие Японцы Мы поворачиваемся И я вижу На сопке Не меньше Батальона Японцев И сейчас же Начинается Страшная трескотня Что делать Кажется Надо уходить Лошади готовы На конь Главная улица Деревня С выходом На обе стороны Околется Куда Налево Вылетаем за деревню Прямо на нас Скачет эскадрон Назад Проскакиваем деревню А позади Другой эскадрон Скачет Куда Прямо перед нами Батальон пехоты Единственный выход На сопке Между пехотой И вторым эскадроном Выскочат ли лошади По откосу Другого выхода нет Каменистый Крутой откос Лошади рвутся Делают уродливые прыжки Спотыкаются Кубарем Со всадником Летят Опять скакивают И скачут Пули о скалу Пощелкивают Как щелканье Булочих зубов Непрерывное Пощелкивание Везде Везде Почему мы живы Почему никто не падает Что я должен делать Я должен ехать Последним Японцы скачут Уже сзади Последние усилия Гребень близко Пули удвоенно Щелкают Гребень Вниз Кубарем Спасенье Уж версты Две Отскакали Пока Скарабкались Японцы Семь верст Кнались За нами Вот тогда После гребня Я вздохнул И даже не тогда А по дороге Уже Нечаянно Дотронулся Я до своей груди Кровь Еще тронул Вся рука в крови Я едва не упал С лошади Силы сразу оставили Ранены Соседа ранила И кровь Брызнула фонтанами Залила меня А я сгоряча Не заметил Было Вот что делает Вид крови Потом мне часто Пришлось наблюдать Лежишь в цепи Весело идет Перестрелка Остроты Смех Вдруг Пуля попала В кого-нибудь Это Особенный звук И сейчас же Его отличаешь Пустой выстрел Поет Как цитра Сухой выстрел В землю А в тело Мягкий И сразу Мертвая тишина На линии Потом начинает Оглядываться Кого И раненый Не чувствуя еще Ищет глазами И вдруг Увидит свою кровь Кровь И завоет Благим матом Вас «Источник трусость, и я трус, но не трусов нет, я всегда боюсь». В нашем положении вы имеете право говорить нам это. «Сознавать могу, познал немножко себя, и это единственное ценное, что выносишь из такой ужасной буйни. А как я рвался сюда! И теперь, когда я знаю, что живой отсюда не уйду, что бы дал я, чтобы быть опять у себя на родине, в кругу близких и милых, среди простора полей милой Казанской губернии?» Зачем такие мрачные мысли? Не все же умирают. Не все, потому что идет постоянное пополнение. А в частях бывших с начала кампании и 20% не осталось прежнего состава. Ой, это такая лотерея. Здесь больше шансов выиграть, чем остаться целым. Я смотрю в милое лицо Александра Петровича. Да, теперь речи обозначились на лице бороздки мыслей и пережитого. И рядом с этим еще совершенно сохранилась детская ласковость и жизнерадостность. Так весной иногда борются еще веселые лучи с надвигающимися тучами. Но новые и новые ряды их выползают из-за горизонта, и темная синяя бездна там уже закрыла радостную даль. Тысяча девятьсот четвертый год. Конец. Дневник во время войны Николая Георгиевича Гарина Михайловского читался по изданию «Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том шестой. Петроград. Издание товарищества «Маркс». Приложение к журналу «Нива» на 1916 год». Читал Евгений Бразов-Бружковский.